У меня по концу жизнь только финансовое обеспечение стоит. То есть вы предлагаете им немножко доплачивать? Да. Глава регионального отделения коммунистов России предлагает начать со скромной доплаты. Плюс ежегодную премию ко Дню Победы. Никаких особенных льгот в проекте нет, но Денис Бразаускас опередил Валентина Коновалова. От губернатора закон давно ждут пенсионеры. Глава Хакайси во время предвыборной борьбы обещал детям войны льготы. Говорил об этом Коновалов и будучи губернатором. Закон о детях войны у нас в приоритетах. И я думаю, что в ближайшее время мы его примем. Я не знаю, будет ли это до конца этого года или в начале следующего. А финансирование дощет чего? Будем усматривать и изыскивать. Поскольку это действительно было нашим предвыборным обещанием. И мы нацелены на его исполнение. Прошло почти 4 месяца, а КПРФ молчит. Возможно, потому что принять такой закон нельзя из-за соглашения с Минфином России. Хакайси не может тратить деньги на дополнительные льготы. По подсчетам Дениса Бразаускаса нужно 180 миллионов рублей. Но в любом случае для КПРФ это потеря репутации. А вот для коммунистов России это шанс заявить о себе. Теперь у Красного правительства положение неудобное. Оно обязано до сессии дать свое заключение. Такая процедура. Отказать – значит потерять лицо. Поддержать – значит нарушить договор с Москвой и отдать лавры конкурентам. Как все-таки примет Верховный Совет Республики Хакайси на сегодняшний день тяжело сказать. Мы как знаем, что у нас Парлаев нынче разношерстный. Мнение у всех разное. И чтобы найти общее мнение, даже в этом законопроекте, я думаю, будет сложно. Продолжение следует...